Говорим традиционно о боевых потерях Российской Федерации на фронте, на войне против Украины, а потери довольно-таки очень большие. Российские оккупанты продолжают тщетные попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменская, Яковлевка, Солидар, Бахмут, Веселая и Маренко Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия продолжает обстреливать позиции вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега Днепра. Кроме этого, россияне принудительно эвакуировали граждан Украины, проживавших на стороне Большой Потемкинской возле Херсона. Тем временем, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по скоплению личного состава противника, вооружению и военной технике. Также ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов российских военных. Украинские военные уничтожают противника из всего имеющегося оружия разного калибра. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, на фронте используют вооружение калибра от 5,45 до 203 мм. На фотографиях, которые опубликовали в Министерстве обороны, украинские военнослужащие из разных подразделений, которые держат фронт вдоль всей линии соприкосновения. Ведь в ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы Украины знают, ради чего они стоят, поэтому не устали бороться. Ну и также в продолжении темы стоит отметить, что в ближайшие месяцы боевые действия в Украине не прекратятся. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. Он обратил внимание на то, что сейчас продолжаются ожесточенные бои на Донбассе, в частности в Бахмуте и вокруг него. И они будут длиться некоторое время, так что по словам Кирби о завершении войны пока речь не идет так же, как и о переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. К нашему эфиру уже присоединяется Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах. Виктор Николаевич, мы вас приветствуем. Доброе утро. Виктор Николаевич, а может ли быть какая-то психологическая черта потери личного состава российской армии, ну я не буду говорить для народа, мы сейчас говорим конкретно о военных действиях, для военного командования, или таковой черты не существует, поскольку в России, скажем так, еще остаются ресурсы для частичной, полной, скрытой, для любого типа и вида мобилизации, который только она может себе придумать? К сожалению, я должен с вами. Потому что нет такой психологической черты, с которой российское командование, тем более российское командование, может остановиться и задуматься над тем, что сейчас происходит на театре военной действий. Для них, к сожалению, ни личный состав, ни какие-то там сентенции моральные вообще не составляют никаких проблем. Это к сожалению. Виктор Николаевич, если говорить о боевых потерях, продолжение темы, как раз и о том, о чем начала говорить Каролина, скажите, пожалуйста, в данном случае, вот можем ли мы понять или предположить, когда в Российской Федерации начнутся проблемы с человеческим ресурсом? Либо о таком сейчас говорить очень-очень рано? Ну, проблема в том, что человеческий ресурс у них огромный. Вот в чем ситуация. Проблема у них начнется не с человеческим ресурсом, а с обеспечением этого человеческого ресурса. Этот человеческий ресурс надо во что-то одеть, обуть, чем-то вооружить, кормить, куда-то направить. И главное, чтобы этот ресурс кто-то им командовал. То есть вот эта вот проблема для них. Почему они сейчас и пытаются как-то затянуть Беларусь в эту вооружу? Потому что в Беларуси еще остались командиры, которые могут руководить подразделениями. Насколько они могут руководить, это другой вопрос. Но вот именно проблема с командным составом, младшим, старшим командным составом, с командирами низшего свина, с сержантами. Вот проблема. А все остальное количество людей у них просто не ограничено, к сожалению. Да, количество людей не ограничено. И хотелось бы, возможно, спросить у вас для тех матерей и жен, которые протестуют не против самого факта, что их родных отправляют убивать людей и гибнуть самим. А против того факта, что якобы их недостаточно подготавливают. Но ведь это не изменится, несмотря на любого рода протесты, просто потому что физически у Российской Федерации нет ресурсов и нет места, где они могли бы подготовить такое количество бойцов. Да, именно поэтому они используют все полигоны Беларуси в том числе. Потому что это единственная возможность хотя бы частично компенсировать тот недостаток ресурсов, которые можно использовать для подготовки этих военнослужащих в будущей войне. Поэтому ситуация очень-очень критическая. На самих полигонах Российской Федерации, как оказалось, не готовы к принятию этих людей. Нету места, где их можно разместить. Нету подготовленной логистики, чтобы их принять в нормальном состоянии. То есть там вплоть до того, что нигде нет теплой воды, нет вообще воды, нет возможности их накормить в полном объеме. И это все очень сказывается на морально-псервическом состоянии этих людей еще перед тем, как они попадают на фронт. То есть это все в комплексе очень и очень влияет на то, как эти люди себя чувствуют перед приходом. А бывают случаи, когда их вообще просто без всяких подготовки сразу кидают на зону боевых действий. И они даже не очень сразу соображают, что происходит и где они находятся. Мы не единожды говорили о том, кто такой генерал Мороз, и почему Российская армия, это ведь и сама формулировка со стороны Российской Федерации пришла в наше информационное пространство. И время от времени мы обсуждаем, каким образом же Мороз повлияет на развитие боевых действий. И вот на самом деле есть предположение, что все-таки этот самый генерал Мороз, которого так воодушевленно создающий образ в Российской Федерации, он все-таки будет точно воевать в форме вооруженных сил Украины и на стороне вооруженных сил Украины. Хотя бы даже потому, что Российская Федерация сама этому содействует. Ведь также, насколько известно, не очень хорошо продумана и сама экипировка, и в целом обеспечение бойцов зимой. Так ли это? Можно ли это подтвердить? И с чем это связано? Опять же, не с тем ли, что достаточно большое количество мобилизованных, свежемобилизованных, новомобилизованных. И о том, что, в принципе, эти мобилизованные также достаточно быстро гибнут, потому что их бросают как живой щит на том же бахмутском направлении, но о новых можно найти. Но нужно же во что-то одеть, как-то экипировать, потому что зимой это гораздо сложнее и затратнее. Ну, не тяжело возразить. Вы и так же все сказали. Самое главное, что вооруженные силы украины столкнулись в первый раз в феврале-марте этого года именно с неподготовленными российскими войсками. То есть была уникальная ситуация. Вроде как бы они готовились к наступлению на Украину. Готовились не один месяц, даже не один год. И когда они вошли сюда, столкнулись с такой ситуацией, что нет элементарных вещей. Я не говорю про форму, про какие-то там вещи, связанные с комфортом. Но не было ни питания, ни возможности обеспечить их жизнедеятельность прямо на поле боя. То есть про такие вещи, как там буржуйки, теплое питание. Это вообще даже никто не поднимал эти вопросы. Вместе с тем Украина не один год уже имеет опыт проведения боевых действий в таких жестких зимних условиях. И мы начали готовиться к зиме еще, наверное, еще в начале лета. То есть ситуация была нам понятна. И вы посмотрите, какое количество теплой формы нам передают наши партнеры. Это и Канада, которая понимает, что это такое. И мы разместили заказы по пошитию формы в странах Балтии. То есть очень и очень серьезно подошли к этому вопросу. И я уже не говорю, что волонтеры работают очень активно. Особенно это касается буржуек, обеспечения прямо непосредственно на линии фронта. Поэтому Украина знала, Украина была готова. И когда наши ребята берут те или другие позиции противника и смотрят, как они там обустроили свой быт, это просто ужас. И есть уже информация об огромном количестве болезней, об огромном количестве... Ну, обморожения еще не было, но у противника. Но то, что респираторные болезни просто фактически выбивают целые подразделения, это факт. Виктор Николаевич, хочу, чтобы мы вместе с вами сейчас посмотрели одно очень интересное видео, которое с вчерашнего дня публикуется во множестве социальных сетей. Вот это видео. Это на кадрах, я уверен, вы тоже видели это видео, вооруженные силы Украины затрофели очередную самоходную артиллерийскую установку МСТА-СМ2. Это произошло в Луганской области, точные координаты, понятное дело, не сообщают. И честно говоря, что меня удивило, что это 50-е трофейное МСТА-С на счету вооруженных сил Украины и 16-е непосредственно вот данные модификации СМ-2. Я общался со своими знакомыми, которые как раз более подробно разбираются в военной технике, говорят, что это очень важная артиллерийская установка, но есть небольшие проблемы с калибром, 152 мм, если я не ошибаюсь, россияне используют вот в этих артиллерийских установках. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот огромнейшее количество трофейной техники, такой тяжелой техники, которую мы сейчас видим на кадрах, оно в какой мощности, в какой силе изменяет ход войны или же облегчает работу вооруженным силам Украины на фронте? Расскажите на практике, как это все происходит. На самом деле ситуация у противника очень интересная. Они вообще не переживают за технику. То есть если есть возможность уйти с поля боя, спасти свою жизнь и кинуть технику, они это делают очень быстро. И реально, когда начинается подсчет той или другой трофейной техники или, как мы говорим, того или другого линглиза, то получается, что то количество вооружения, которое мы получили через трофейную технику, оно реально соприкасается с вооружением некоторых европейских стран. Тяжелая техника, особенно тяжелая техника, которая используется еще со времен Советского Союза, она очень влияет на зону боевых действий. Но надо понимать, что без комплекса, который имеет Украина, это и контрбатарейная техника, это и БПЛА, это и корректировка наших разведчиков. И эта техника не имеет никакого существенного влияния на, ну не будет иметь никакого существенного влияния на зону боевых действий. Россия использует огромное количество снарядов до 60 тысяч в день. Это, ну просто кошмарная цифра. Слава Богу, что у нас запустили завод, который будет выпускать снаряды, но даже он, наверное, не сможет покрыть вот такое количество снарядов. Вместо этого Украина берет не количеством, а качеством. Вот именно представьте себе, что использование даже вот таких вот мощных систем у нас идет не больше 7 тысяч снарядов в день. То есть вот разница, понимаете, даже 60 тысяч и 7 тысяч. Но используя вот эти вот все моменты, которые я рассказал, взаимопомощь, качественное вооружение, хорошо подготовленный персонал, нам удается брать не количество, а именно качество. И это существенно влияет на ход боевых действий. Потому что один в два залпа по противнику, он с нашей стороны, он дает именно тот эффект, который не могут создать даже большое количество техники и вооружения со стороны противника. И вот вы как раз с языка сняли мой следующий вопрос касательно вот качества и количества. Но в данном случае качество стоит отметить вооруженных сил Украины. Это 100%. Но по сообщениям военных экспертов, по сообщениям даже, если я не ошибаюсь, это советник руководителя со президентом Михаил Подоляк говорил не единожды уже, что преимущество в количестве у российских военных и в количестве личного состава, и в количестве артиллерийских установок и ударов, оно там чуть ли не в 3-5 раз больше. Скажите, пожалуйста, в данном случае, чего украинским военным сейчас не хватает, точнее, что нужно в первую очередь, чтобы вот эти массированные атаки, количественные, некачественные, а количественные, уничтожать и просто останавливать? Ну, тяжело сказать, что именно точно. Я думаю, что вооруженным силам Украины в первую очередь нужны высокоточные снаряды, которые помогают нам действительно останавливать противника на подходах. И если мы все-таки решим вопрос с нашими партнерами про обеспечение нас вооружением, которое может стрелять дальше 150 километров, вот 150 плюс, 150, я не говорю же про 300 километров, но хотя бы 150 плюс. Это критично важно для нас, потому что мы таким образом сможем обеспечить уничтожение техники и живой силы противника еще на подступах к зоне боевых действий, то есть в местах сосредоточения. И не только живой силой и техники противника, но и тех логистичных центров, которые размещены в глубине тыла. Если мы это сможем обеспечить, то противник будет крайне утруднен в своих действиях, и мы сможем решать свои задачи намного проще и быстрее. А каким образом на количество обстрелов и действительно какой процент, возможно, влияния на количество обстрелов является то, что Россию постепенно освобождают от ресурсов, скажем так. Я специально сказала, освобождают Россию, потому что ведь у Российской Федерации были нарративы, что она от всего всех освобождает, когда приходит на чужие земли. И вот тоже санкционное давление в некоторой степени все-таки не позволяет Российской Федерации, возможно, получать какие-то ресурсы для того, чтобы изготавливать новое вооружение. Или еще о таком массовом эффекте и ощутимом эффекте рано говорить. Для того, чтобы это ощутить, нужно немного подождать. Нет, но ситуация в Российской Федерации, особенно с обеспечением сил очень критично. Они не были готовы к длительной войне. У них все, что было подготовлено, это было подготовлено на блефе и на возможности фига. Если близки не удастся, они не рассчитывали на то, что надо запускать заводы, надо поднимать склады, надо рассматривать возможности расконсервации техники. они начинают заходить в те ресурсы, которые уже в ближайшее время очень тяжело будет воспомнить. Это не только снаряды, которые они сейчас пытаются сходу изготавливать и сразу отправлять на фронт. Они сейчас используют снаряды уже с 40-летней давности. Это и ресурсы стволов, это и моторесурс бронетехники. Это надо восстанавливать. Этого нет, просто вот сейчас вот где-то взять. И огромная проблема с предприятиями, потому что на этих предприятиях нет рабочих, нет станков, нет той возможности, которая была когда-то, наверное, в Советском Союзе, потому что операция была в том числе с задействованием других бывших республик Советского Союза. Сейчас восстановить это очень сложно. Несмотря на все желание сделать такое импортное завещение и закрытый круг военных этих всех вопросов только в одной стране, они не были готовы к тому, что надо это делать сходу. И проблема есть, очень большая проблема. Сейчас уже специалисты говорят, что для восстановления количества тех снарядов, которые уже использованы Российской Федерацией, им надо по крайней мере семь лет. То есть в ближайшее время они столкнутся с огромной проблемой, где что брать. Если не решат эту проблему, восполнение в буквальном смысле другими странами. Учитывая, что украина получает снаряды с многих стран, а у них нет этой возможности, несмотря на то, что у них эти склады вроде как бы были в огромном количестве. Но еще раз говорю, снаряды снарядом руль, 40-летний снаряд может взорваться и в стволе и вообще не выстрелить. Поэтому как они решать будут проблему, тоже очень интересно будет смотреть со стороны. Виктор Николаевич, а как можно этот парадокс вообще объяснить, что они планировали войну, сами напали, но не были готовы к некоторым сложностям? Ну парадокс этой войны, он очень мноем заключается. Никто не ожидал, что Украина выстоит. Никто не ожидал, что никто не будет выскакивать с цветами и не будет их встречать с цветами. Никто не ожидал, что президент останется в своем месте, что вооруженные силы будут биться до последнего, что народ и армия у нас действительно едины, как когда-то говорили. Никто на это вообще даже не рассчитывал. Не только наш враг, но и наши партнеры. Поэтому и парадокс, что несмотря ни на что мы выстояли, несмотря ни на что, ни на какие там прогнозы, мы будем стоять и я думаю, что мы и победим. Проблема России, это проблема самой России. Надо думать перед тем, как что-то делать, даже если надо просчитывать хотя бы на несколько шагов вперед. Они этого не сделали и сейчас сами себя загнали в угол, в патовую ситуацию и каждый их следующий шаг только усугубляет положение. Благодарим вас, Виктор Николаевич, за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши разъяснения. Также спасибо, Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ 2014-2015 годов.